здравствуйте с вами интернет канал максимоза и мы продолжаем играть в гта 5 в интернете короче я просто охреневаю от этих сообщений ну точнее майкл охреневает ну я на самом деле тоже команда пытается привиновать майкл и это самая победа точнее к себе пытается рик привиновать майкла то что она с пабином теперь садим блин посмотрим что он отпишет я потратил на этого человека лучшие годы лучшие свои годы теперь я буду жить для себя мне надоело это жалкое подобие жизни достойно большего достойно ты большего тебе приходилось жить в трейлер на парке какой-то он у тебя был роскошный дом все это кучу всего богатство и все такое и тебе этого недостаточно да ты правильно поступил этот человек переполненный негативной энергии пока you только подумаешь что хуже быть не может кто тут на тебе дзн трейси тоже пытается привиновать а я господи ну тости хейнс а это какой-то кайл через да но этот понятно чё тут ауфобий на что интерес а закрыли страница ладно неважно как выйти отсюда как отсюда выйти а вот это наверное так короче мы сегодня что будем делать я перекрасил автомобиль майкла который взял на прокат пока джимми забрал же ту желтую тачку я решил вот это перекрасить в синий цвет потому что у майкла же синие все а сегодня мы что будем делать сколько время на часах надо будет надо было раньше приезжать сюда ладно не тратить время чем вы сегодня делать сегодня мы поработаем на дэвина у вас она переключаемся на франклин кто такой дэвин уэстин я вам объясню чуть-чуть из того что я так сказать знаю он очень он очень сильно богатый человек он мультимиллиардер ребят у него огромные залежи платины золото нефти если из всех его денег выложить сочетание у меня очень много денег эту гору можно будет потрогать из космоса он огромными богатствами владеет огромными он мультимиллиарда ну ладно это я тут конечно же преувеличил он не настолько миллиардер конечно я думаю но очень влиятельный миллиардер он очень богатый такой действительно миллиардер как он говорит что даже президент позволяет ему свою жену кисками и все такое ладно но у дэви но дэви все-таки на самом-то деле типичный сын маминой подруги как можно выразиться у которого схвачено абсолютно все в городе по счету щековым пальцем может или разрушить карьеру или чей-то бизнес и так далее а вот и он кстати перед этим нам еще сообщение я принесла прислал когда моли ваша встреча с дэйна уэстоном в проекте альте на полу стоит подтверждена пожалуйста не опаздывайте будьте готовы немедленно приступить к работе и окей вот мы уже пришли привет кореш ты наверно от майкла о иногда просветление это такая жесть рад познакомиться да это аналогично говорят и компетент возвращающий имущество у меня такое как бы небольшое хобби я забираю недооцененное имущество моих соотечественников исправляю богатым китайским друзьям которые оценивают это выше что я обкрадываю так называемых друзей почему почему потому что у них есть того чего нет у всех остальных и и мне это не нравится а я могу делать все что захочу а ты беден так что не задавай тупых вопросов как другу советую намаста офигительная речь на тему преданности оооо ну конечно ты наверно тот самый жуткий тип о кто бы говорил я тебя умоляю как делишки вы наденете форму дорожной полиции ограбите двух богатеньких детей же которых я лично терпеть не могу зачем пози мы продадим машина по хорошей цене просто сделать это и вам щедро заплатить ты опаздываешь зайка ну что тут происходит хо хо ты наконец-то твоя мечта заветная сбудется ты нарядишься полицейским исследовательская группа мистера уэст она сообщает что мальчики любят ездить по шоссе нора дело несложное вы двое двигаете поехали ты чувак я не знаю а мне ли это вся хрень в моей жизни так полностью слушай я дарвинист рубаешься кто-то процветает кто-то бедствует а ты бы уже совсем с ума спятил это же твой шанс выбирай поднимешься ли ты наверх или уже достиг максимума похоже мы это выясним да похоже выясним чувак да он просто восхищается самим собой честно говоря говорит такой я богат могу делать все что захочу а ты беден так что не задавай глупых вопросов самовлюбленный он еще к тому же как заменит упоминает насколько он очень сильно богатый человек мы прошлой серии ехали книгу к его дому вообще офигенный дом у него кстати сайт есть да у дэвина уэстона есть сайт на котором все подробно написано кто он такой к сожалению он на английском языке на русском сошли нет у него у них у него юристка вот эта симпатичная очень мне она нравится которая вот была вместе с ним только что так мы почти шоссе синора где-то здесь привет фрэнк я почти там где должны быть эти чуваки вы как все нормально более-менее вид у нас правда нелепый ладно до встречи да мы перехватим great race и подгони туда этих лопухов пусть живут побыстрее ну посмотрим ага вон они на заправке ничего так тачки особенно оранжевая эй чуваки посмотрим кто из вас круче прыгайте свои тачки посмотрим насколько вы быстры этот дебил хочет с нами погонять ладно мы все равно собирались свалить какие офигенные тачки особенно оранжевая посоревнуемся конечно только что они быстрее меня едут и смотрю но понятно у них тачки же круче чем это самое а у надо было раньше включать эту способность сейчас уже не успел вот эти грузовики они заскриптованы они всегда бояю будут два появляться между собой надо между ними проехать чтобы сто процентов пройти задание вау осторожно блин да я их не догоню походу уже можно нажать caps lock и включится специальная способность которая позволяет легче обгонять машины другие не в ритм с меньше гораздо меньшим риском во что-то врезаться а если бы я сейчас не включил бы эту способность я бы точно бы врезался взад блин животного раздавили какого-то я люблю животных выйти змейкой можно проехать без этой способности а так наверно бы не смог я почти уверен что не смог бы ага отстал один а в принципе не важно кто победит надо остановить эти чертовые машины и угнать их мы подъезжаем будем через пару секунд понял ладно вот они тогда потом тебе расскажу пока мы здесь они точно не остановятся мы должны их догнать один выехал навстречу еду за ним если не боишься давай тоже ничего я не боюсь кажется сирен они не слышат надо подъехать поближе нельзя их упускать когда-нибудь они остановятся открывать огонь не следует они испугаются сразу я у них на хвосте не упустите они рано или поздно становятся я поймаю этих козлов вот это задание в снежном режиме выглядит как-то даже по-другому не не такое зеленое так я бы сказал лесное а тут белое все такое пол штата да мы немного проехали а особенно здесь вот здесь все зелененькое такое лесное было бы если бы не было бы снега тут все белое стало вообще с дороги дороги байкеры мы к вам еще вернемся останови машину ты что выполнять приказы не умеешь не стоит взлить офицера ти окей останови машину кажется они становятся офицер ти офицер темпе не избитаться на дрессе сразу вспоминается остановитесь на обочине поля остановитесь сейчас же бля повеселились хватит остановитесь здесь уже наконец о наконец-то останавливаются эй оставайся в машине приятель с тобой я потом разберусь факт ю эй ты знаешь с какой скоростью ехал офицер не знаю но я стараюсь никогда ничего не нарушать да а нам показалось что с ребятами гонки устроить решил так что пожалуйста покиньте транспортное средство живее офицер а это точно необходимо да да вылезай и руки за машину выходи из машины блин эй вы че делаете мы должны все проверить вылезай из долбанной машины гаденыш малолетний блин и ты давай тоже вали нафиг отсюда поехали самая крутая машина мне досталась мне так надоело с этими гонщиками устраивать давайте вместе гонку настоящую идея неплохая только машины старайтесь не побить говорите а мы с вами уже встречались офисистент дэвина рад работать с вами я молли шульц старший вице-президент холдинговой компании мистера уэстона если вы думаете что мне приятно работать с варьем то вы сильно ошибаетесь как с машинами дела ооо вот это резюме да тачки у нас доставьте их к поиск ауто в южном лусантосе мы с мистером мы с мистером уэстоном там вас встретим я только что говорил с этой с этой адвокатшей дэвина уэстона будут ждать нас в южном лусантосе окей окей мы едем туда молли шульц вот как зовут ее да я облажался эй прэнк да что я тебе говорил бро эти тачки наш шанс как скажешь до того как мы познакомились я ворвал тачки и гонял на них похоже история сделала полный круг да ладно не я серьезно из-за тебя меня чуть не уволили из-за тебя меня уволили из автосалона я бы до сих пор бы страдал от фигни так что спасибо брат после всего этого дерьма я опять вернулся к тому с чего начал не буду это обрезать диалоги прикольные слушай дэвин уэстон совсем не похож на тех с кем ты работал раньше он много болтает хочет чтобы я угонял тачки скорее всего заплатили малую толью за те что они стоят разница небольшая по совести скажу ты должен узнать о нем побольше посмотри в интернете я видел у него реальный дом он добивается результатов видимо для тебя он то же самое что ты для меня я вижу твой дом и с этим чуваком я видимо далеко пойду да возможно типа того блин что ж такое а машины в кругом маяк какая у тебя тема ты о чем я как раз собираюсь тебя оставить в гонке не беспокойся тут все хорошо я имел ввиду ты зачем запах денег чувствуешь или у тебя с этим парнем какая-то другая тема мне немного стремно я просто присматриваю за франком ну ты понимаешь помогаю ему не упустить шанс я хочу побыть наедине с этой подружкой Девина нет тревор давай-ка никак без сексуальных домогательств она профессионал она делает свою работу никаких сексуальных домогательств на рабочем месте отстаньте от нее оба да тревор похоже в нее влюбился но ладно потом обсудим потом обсудим когда это выполним это задание твоя тачка ведь в порядке проект рад что ты серьезно относишься к делу за всем следишь если уж за это взялся то хорошо как твоя тачка майк ага моя тачка в порядке почти надеюсь ведь я главный тут если не получишь деньги когда я сел пятна на сиденьях уже были да ладно тебе не надо вот этого только пожалуйста джентльмены я вас всех обожаю это просто фантастика поросёнок пацанёк и два старых вертол enemies извените джентльмены загоняйте машину 5 оператор эй чувак давай обнимемся бою пожалуйста у меня снос тебе работать а создать ну если а неders заказ был на пять машин а доставлены только две давай сюда fin сейчас же блин оо becoming испугался ну знаешь что я из тех кто платит только за выполненную работу не любишь работать иди нафиг отсюда да брось чувак не кипятись что там на очередь зи-тайп чат малаган реструктировать детка маллиган мы с музыкальный продюсер он сейчас разводится с женой и стрелять состояние включая машину что осложняет нашу задачу доземную слежку он заметит мы лишь знаем что дачка в гараже на хавик а видит так что нам придется за вас и гаражи заглядывать да не совсем у нас есть доступ полицейского вертолета по его компьютер может распознать пешеходов по чипу в правах надо найти маллигана на хавика меню проследить за ним до гаража и забирать машину ясно и кто чем займется твоя помощь не нужна филлипс будешь вертолете клинтон на земле я не совсем понимаю суть ваших отношений ну а я не совсем понимаю суть ваших отношений но знаете что жизнь это одна большая загадка пока да друзья мои не падайте духом и в до майкл я свяжусь с тобой насчет твоего друга соломона договорились фух я с диалогами накосячил честно говоря немного я старался пока ехали ну ладно более менее надеюсь получилось я хочу побыть на единиц этой подружкой у вас до тревор действительно мне влюбился но я считаю что они не подходят друг другу совершенно тревор психически нестабильный маньяк наркодилер выглядит неопрятно и это самое а молли шульц вы отлично выглядит выполняет работу адвокаты и вообще легальную работу вроде бы делает ну и по повозы но и по возрасту тоже то не подходит тревору 45 ей 33 и ну возраст обычно не не все не не и всегда важен ладно в общем давайте переключимся на франклина там еще задание от дэвина сегодня выполним одно после этой миссии можно позвонить стрэчу давайте это сделаем как стрэч а братан тут болтают что у тебя появилась очень крутая тачка чё за тема да не слушай этих козлов ты знаешь что почем а где мой процент гангстеры должны быть доли врубаешься не не врубаюсь я с финансовой пирамидами не связываюсь уже время шестерок это уже прошло не крышок если ты в деле я получу свою долю он на удачи тебе какую такую долю с этой тачки ты не участвовал в операции на связи фрэнк честное слово с тобой так приятно работать не только потому что услуги стоит дешево дешево мне вообще нисколько не заплатили еще заплатят правда немного но работы с тобой одно удовольствие молоченность амбициозность тупость вот твой лучший калиста эй факью эй я сказал тупость ой я имел ввиду наивку ну даже не наивность и скорее неопытность так чистый лист лист ну как скажешь чувак спасибо за работенку заслужить всякое дерьмо я уже устал тот же самый участок что мы использовали прошлой серии да для ограбления инкассаторского фургона поднимите руки вверх и встаньте так что я вас видел ладно ты меня подколол чё разобрался за фигню которые распознают лица как-нибудь справлюсь так загружается это камера может опознать пешеходов которых есть правительственные водительские права здесь 12 года ничего себе какой вертолет ну-ка попробуем отсканировать мою приятель и пик целью эй фигня у меня чуть штаны ниже жопы просили а полиция нашему брату любую мелочь готовы а ты хочешь чтобы я обсудил темы из пицц они с представлением полиции просто лети на хавик нужный человек там я двинусь следом окей погнали слышал хавик за куда скажите да он летит он конечно медленно что арестовал моего афроамериканского друга за мелкое нарушение меня дошнит от полиции лос-сантоса я тут ни при чем но не все департаменты ангелы но обвинение в расизме будешь заливать выброшу на трассу интересно что было бы если бы я бы эту миссию за тревером начало наверно надо было так и сделать ну ладно уже по так и прием мы заняли по позицию рядом с хавик веню как зол подзадебаем чайд малига понял чайд малига ясно в недосягаемости надо подлететь ближе а надо ближе два мужика буянет на крыше и под ними еще женщина попробуем сложить 2 и 2 разное шатание нет это не тот человек 2 паре додан уклоне нет уплаты налогов тоже не тот женщина нам сканировать не нужно но это я так на улице строили превышение скорость это это не наш парень подозреваемого в окрестностях нет ладно возможно в паре кварталов косток понял ух блин их много человек ты посмотри как они тут стараются мэри сапорки проституция ненавижу но это не наш человек джозефу омак разношатание сопротивление при аресте удрал от полиции значит эксгибиционизм еще один блин а это кто кроме транспортным средством нетрезвым состоянием есть попался чат малига подозреваемый опознан повторяю подозреваемый опознан видим чада малигана транспорта поблизости только нет отлично супер ищем его гараж держи его в поле зрения и будь не мать понял мы зафиксировали точку на нем а 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 подозреваемый скрылся возможно придется скинуть пилота чтобы его стойте погоните он вы выходит из того здания да тебе повезло в этот раз подозреваемый идет пешком так не за вертолет я уже близко подозреваемый остановился похоже он открывает небольшой гараж отлично сейчас возьму машину а вот видите зеленого цвета машины стало эй козел блин блин а как так вот он тут самый зитай офигеть какая красивая машина нельзя ее выпускать из поля зрения когда миссы не очень нравится потому что очень легко потерять машину лучше отдалить камеру так его будет так так будет гораздо легче не потерять его чек оба подключить там что еще да не это я так прикололся да мне это не нравится на самом деле а вот он до тревер поиграться так я вижу сейчас им займусь я вот помню что он поедет он поедет на эту поедет на эту стоянку стоянно многоэтажный стоян да да он едет вообще не по правилам он свернул переулок зель перо да вот это самая стоянка подозреваем было замечено многоэтажного гаража предлагаю наземным группам осмотреть здание и пилота пускай нас я хочу заглянуть здание аккуратнее только этой камеры меня укачивать часами когда меня тошнит извините я стараюсь сильно не клести на выходах никого подозреваемые внутри здания офигенный фургон не вижу его пилот давай помогать дел есть тепловизорный тепловизорный режим у похоже заслужил помилование так теперь то я лучше вижу так ты видишь меня я в центре гаража пока я тут я плохо вижу Повыше подняться надо бы. Внизу нет никого? Нет, к сожалению. Да блин, отсюда не видно. Поднимайся, давай повыше немного. Куда ты опять опускаешься? Я не вижу его. Вижу парня, стоит в машине в самом центре. Давай посмотрим, чем он занимается. Это... Нет, это не он. Он сыт. Он тут воняет из-за таких, как ты. А, не надо было, правильно сказать, надо было просто навести. Кто-то прислонился к машине слева от меня. Поверю. Жалко, мы сами не видим. Не знаю, что он тут делает, но это не наш чувак. А этот? При этом с гаражом слева от меня человек в машине сидит. Надеюсь, это он. Надеюсь, это тот, кто нам нужен. Если... Ну... Знаешь что? Думаю, ты вызовешь полицию, если я просто так возьму и уеду. Поэтому лучше рисковать не буду. Блин, вообще огонь. Тачка прям... Вообще слов нет. Сорян, что притормознуло. Мистер Клендвин, вы Молли? Да. У меня для вас машина. Зи-тайп? Мистер Уэстон будет рад, что вы ее застали. Он хотел с вами поговорить перед отъездом. Мы едем в его личный ангар в аэропорт Ло-Сантоса, и я передам, чтобы вас ждали у ворот. Я тут разговаривал с Молли. Надо будет поехать. Кто-то все равно вызвал полицию. Вот засранился, а. Наверное, та женщина, которую я чуть не задавил. Думаю, они там будут оба. Дэвин и Молли. Передай привет от меня, Молли. Э, чувак, я этим детским заниматься не буду, извини. Но почему? Неужели так сложно? Не, извини. Она занимается своим делом. Никаких сексуальных домогательств, я же говорил. Женись не надрессировавшись с Львом. Просто передай ей привет. Нет, я не буду это делать, извини. Да ты просто такой же, как Майкл, и это после того, что я сделал для тебя, да? Тревор, вы друг другу не подходите. Вот если... Если не убить Чеда Маллигана, он вызовет полицию. 100% гарантированный шанс, что он вызовет полицию. Но если его убить, то будет большой шанс, что полиции не будет. Но в этот раз Жених повезло. Я один раз проходил, убил его, и полицию он не вызвал. Полиции не было. Очень, очень повезло, в общем. Ух, мы до самого утра занимались этим делом. В первом прохождении, когда мы это делали, мы ночью к тому ангару еще приехали. Сегодня днем, но тем не менее. Ну, еще от снега почистить надо. У меня назначена встреча с Дэймом Уэстоном. Ангар мистера Уэстона находится слева. Не, ну вообще, шикарная тачка, я вам скажу. О, вот она! Ха-ха-ха-ха! Знаешь, если бы эта красота была бы женщиной, я бы нарушил свое правило. 20 или меньше. Лично я просто буду их водить. Скажи мне, пожалуйста, ты знаешь, сколько вообще таких тачек сделано? Не знаю, с десяток? Нет, не с десяток. Их ровно 10. О, нифига себе. Ты, значит, один из тех, у кого она будет? Точно! Ты бы хотел бы однажды ехать на такой тачке, да? На такой? Именно на такой? О, ты прям в точку. Знаешь что? Ты ведь не такой, как эти твои старые пенсионеры. Ты четкий парень. Слушай, я хочу получить бабло за свои услуги. Не волнуйся. Будут деньги, будут. Сейчас один жизненный урок. Брат, тебе нужно наконец отрыть глаза и врубиться в ситуацию. Сечешь? Я твой шанс. Я стабильность. Быстрые тачки, классные минеты. Весь мир к моим услугам. О, а эти два урода? Они просто олицетворенные несчастья. Будто вышедший из строя ядерный реактор. А ты стоишь рядом и поглощаешь мощную дозу радиации. Пора смыслить об этом. Сделай выбор. Пока не поздно. Ладно, так и сделаю. Пока не поздно. Бери попавшуюся тачку и сваливай отсюда. Е-е-е-е-е-е. Такая же тачка, как у Майкла. Интересно, они... А мы не увидим, как они взлетать будут? Куда вот они только полетят, я не знаю. Но, скорее всего, мы не увидим, как они будут взлетать. И, в принципе-то, мне пофигу, на самом деле. Открывайте ворота. Шлагбаум. Такая... Такая вот интересная будет серия. Следующая серия будет той серии, которой не было в первом прохождении. Мы будем заниматься за... Убийства. Заниматься убийствами, которые... Заказывает Лестер Крайст. Короче, на этом все. С вас, Айкос, подписывайся, с меня эпичный видос. Подписывайтесь на мой второй канал, а также на группу ВКонтакте. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok.